Да, ну я просто соглашусь с Сергеем в том смысле, что пролонгация и то, что происходит в Карабахе, могут получить абсолютно другую форму. И мы не поговорили много о том, что происходило именно вчера в Степанакерте, но это именно те молодые люди, в основном, которые хотят, чтобы революция все-таки вошла в Карабах. И они об этом говорят уже два года. И тот факт, что эти люди продолжают собираться и продолжают в общем-то, я не знаю, это части какого-то гражданского общества, это политизированные молодые люди, это люди, которые во время армянской революции все-таки и симпатизировали, и как-то в какой-то мере помогали процессу. Вот эти люди реально показывают то, что они не согласны с тем, с той политической структурой или с диалогом, или с разговором, который существует и между Ереваном и Степанакертом, и внутри Арцаха, именно как бы среди людей и среди политиков, которые сейчас основные игроки. Продолжая, возвращаясь к тому, что все-таки тут я абсолютно согласен с господином Искандартом в том смысле, что Саакян должен уйти, и там все-таки диалог не мог бы получиться между Пашиняном и Саакяном. Тут проблема не только в идеях или функциональности политиков и людей, а это, по-моему, проблема у уровня ДНК, политического ДНК, потому что абсолютно разные люди, абсолютно с других контекстов. И в этом смысле, да, можно сказать, что те кандидаты или те люди, которые сейчас пойдут во власть в Карабахе, они имеют ту же проблему, хотя можно сказать, что с точки зрения ценностей, которые все-таки эти, которые верили эти люди, или как бы история показала, что они все-таки стабильно продолжали. Я думаю, что между Майленом и Арайком есть большая разница, хотя, еще раз скажу, если можно, если согласиться с тем, что в Армении в 2018 году произошла не только бархатная революция, но и, в общем-то, изменение политического, генерационные изменения, да, это поколение политическое изменилось, то в Карабахе на нынешний момент с тем, что мы имеем, этого изменения невозможно ожидать. И я думаю, что вот именно надо очень чутко и очень внимательно смотреть за тем, что происходит и что будет происходить на улице, и те формальные процессы, которые будут происходить с точки зрения лекарности второго тура, и возможные коалиции, не знаю, там какие-то договоренности внутри политических сил, все это будет делегитимизироваться именно силами, которые сейчас на улице. Насколько они могут стать фактором и насколько они могут повлиять на процессы, конечно, посмотрим, я не уверен, что там будут очень активные, хотя ничего невозможно сейчас, реально, как бы, нет у меня такой четкой оценки, хотя, и имея в виду то, что, не дай бог, все-таки этот вирус может появиться и в Карабахе, это будет означать, что тайм-аут будет длинный или долгий, или так долго, сколько будет длиться весь этот общий глобальный кризис с вирусом.